Доброе утро! Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но, как бы мы ни следили за здоровьем, иммунитет порой дает слабину, и мы заболеваем. Часто на помощь приходят антибиотики. Против жизни. Так, это слово буквально переводится с греческого языка. Под жизнью подразумеваются микробы. О том, что они могут стать причиной многих инфекций, знали еще в Древнем Египте. К открытым ранам там прикладывали компресс из размоченного заплесневелого хреба. Такая процедура часто спасала людей. Но это было только наружное применение. А вот за изучение воздействия грибов плесени на внутренние органы первым взялся Андреа Граце. Правда, он полагал, что грибы не убивают микробы, а лишь стимулируют иммунную систему. Поэтому вводил плесень пациентам инвазивно вместе с мертвыми бактериями. Данные о его экспериментах, к сожалению, не сохранились. В сентябре 1928 в окно британской лаборатории ветром занесло споры плесени, которые попали в чашку Петри с бактериями-стафилококками. Грибки уничтожили вредные микроорганизмы, и это заметил работник лаборатории. Он не распознал вид плесени, зато подробно описал ее действия и, главное, разослал образцы своим коллегам. Благодаря этому в 1939-м Эрнст Чейн, Ховард Флори и Норман Хитли не только идентифицировали целебный грибок, но и успешно испытали его на животных. Первый пенициллин стал спасением для солдат Второй мировой, ведь они часто гибли не от ранений, а от инфекций, занесенных в раны. В промышленных масштабах препараты на основе пенициллина начали производить в США. Только в 1945-м было выпущено почти 7 триллионов доз. Антибиотики вывели медицину на абсолютно новый уровень. Сегодня с микробами, бактериями и инфекциями борются при помощи сотен различных препаратов. В таблетках, инъекциях или капельницах они поднимают на ноги пациентов, которых еще век назад назвали бы безнадежными. Тот, кто сделал это возможным, удостоен Нобелевской премии в области медицины. Это британский ученый Александр Флеминг, человек, который навсегда изменил мир. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...